Почему с возрастом становится все труднее сбросить лишний вес, то есть жир? Как все же этого достичь? Сейчас я раскрою эту очень важную для многих людей тему, полно и коротко. Если вы поймете и не будете лениться, то сможете устранить все последствия этих причин, о которых заявлена тема в видео, и об этом я вам сейчас расскажу. Давайте договоримся, так как тема объемная, и я не все буду расшифровывать досконально, иначе три часа на это потребуется не менее, я буду делать акценты, а под этим видео оставлю вам ссылки на мои другие видео, в которых я подробнейшим образом раскрыл эти темы. Советую потом посмотреть и законспектировать. Конкретно сейчас я вам дам комплекс мер, то есть знаний и действий, которые увеличат количество митохондрий, изменят метаболизм, увеличат естественным образом синтез самим организмом гормона роста, и вы просто помолодеете, будете стройнеть, и энергии будет все больше. Запомните важный научный факт, до 60 лет точно не нарушенный обмен веществ виноват в том, что вы не можете сбросить лишний вес жир, нет. Еще один факт, запомните, жир сжигается всегда в митохондриях, благодаря ним, и казалось бы, для похудения что надо? Установить отрицательный энергетический баланс, то есть меньше есть и больше упражнений, то есть физической активности и все легко получится. И действительно, лет до 30 так и есть, но потом постепенно все труднее и труднее. То есть этого уже недостаточно. Почему? Скоро узнаете. Мышечная ткань очень важна для похудения, так как в ней много митохондрий, энергостанции нашего организма. И часто бывает так, вы начинаете голодать, в надежде сбросить вес, а сжигается у вас не жир, он остается, а почему-то сжигаются мышцы. Правильно, при неразумном питании, при том, что вы не тренируете свои мышцы, так и будет. Чем больше митохондрий у вас, и чем больше они работоспособны, активны, тем лучше идет сжигание жира. Но чем вы старше, тем меньше у вас митохондрий, и тем они слабее. У молодых людей митохондрий больше, потому, чтобы человек не ел, он сильно не толстеет, за исключением, конечно, с детства натренированных толстячков на сладком. По крайней мере, пока вы молоды, вы легко можете снизить лишний вес, сжечь жир, если вы уменьшите потребление еды, тем более сладкого, или более интенсивными продолжительными тренировками, и вес тогда будет снижаться, а усталости будет меньше, в отличие от людей за 50-60 лет, при тех же условиях и действиях. Это просто истина. Отталкиваясь от этих фактов, что же необходимо? Во-первых, больше усилий, изменить привычки, в том числе пищевые и образ жизни, а также активировать спящие митохондрии. И это все не трудно, максимум надо потерпеть первых там 5-6 дней, и все потом пойдет легче, как по маслу. Что же делать, чтобы похудеть, убрать лишний вес, живот, бока, второй и третий подбородок и так далее? Не переедать, никаких перекусов, не есть вечером. Хотите есть вне нормы, пейте теплую воду. Выходить из-за стола надо чуть голодным, как советовал великий ученый-академик Углов. Если вы привыкнете есть меньше, то ваш желудок постепенно уменьшится, и вы уже не сможете, даже не захотите, есть много. Как, например, имеет такую многолетнюю привычку, а как следствие, энергию, подтянутость и долголетие, наш великий композитор Александр Зацепин. Напомню, он 25-го года рождения, ему 98 лет. Он показывал, сколько он ест, это примерно то, что вмещается на горсть руки с небольшой горочкой два раза в день. Все. И ведь Майя Плесецкая тоже была права, когда говорила, жрать надо меньше. Тяга к сладкому означает инсулинорезистентность. Она заставляет вас желать и есть еще больше и чаще, а это приводит к избытку сахара и калорий. И вам плохо, у вас усталость, и у вас зависимость от еды. Возникают другие болезни. И это снежный ком, это замкнутый круг. А вы ведь не молодеете. Вам пора бы одуматься уже сейчас, а не завтра. Вам все труднее себя контролировать, и как раньше, быстро худеть буквально на усилиях воли уже не получается. Вы занимаетесь спортом, но все равно не так быстро и недостаточно худеть, как раньше. Все верно. Дорогие друзья, я представляю вам новый свой канал на платформе Бусти и предлагаю вам на него подписаться. Вы можете перейти по ссылке под этим видео и прочесть, о чем там будет размещаться информация и уже размещается. И ешьте медленно, не быстро, и вы будете насыщаться до того, как съедите много, как если бы вы быстро заглатывали, как в последний раз, как впрок, как вне себя. Переход на разумное кето-питание активирует спящие митохондрии. И при отсутствии сахаров в питании организм начнет брать энергию из жиров, в том числе и из вашей жировой ткани, из подкожного жира и висцерального жира, то есть жира внутренних органов. Крепкий сон очень важен. Стрессы вызывают жажду еды, провоцируют. Заедать стрессы нельзя, тем более заедать сладким, это самое опасное. Таким образом, вы и кишечную микрофлору симбиотическую из бактериоза, из СИБР, синдром избыточно-бактериального роста, со всеми вытекающими последствиями. И толстеть будете быстрее. Только не надо бросаться в другую идиотскую крайность никаких заменителей сахара. Его не надо ничем заменять. Просто не надо есть сладкое. Эту вредную привычку вы легко поборете. Да, сахар это зависимость от наркотик, но поверьте, есть люди, которые это не едят и им прекрасно. Просто надо изменить пищевые привычки и вкусы. А это возможно и это не трудно. Буквально только первых 5-6 дней трудно, потом легко. Надо улучшить желчоотделение. Это жиры в рационе питания и чеснок как лучшее и простое желчегонное натуральное средство. Утром надо больше есть. Самая калорийная пища должна быть утром. Помните суворовскую истинную пословицу «Завтрак съешь сам, обед поделись товарищем, а ужин отдай врагу». Посмотрите мое видео «А что же тогда есть?» Инсулинорезистентность, что будет если вы откажетесь от сахара на 10 дней и другие те лекции, которые я оставлю вам под этим видео. Заедают не только стрессы, но и едят люди от скуки, под телевизор и от усталости. А усталость у вас не от работы, если вы, конечно, не шахтер, а от такой еды, которой вы создаете себе усталость, не даете себе энергию, а забираете ее. И вы хотите спать, чтобы компенсировать себе энергию, вернуть хоть какое-то ее количество. Остаете усталыми, разбитыми и так весь день. Да все потому, что вы едите пустые калории, едите постоянно, перекусываете. У вас инсулинорезистентность и метаболический синдром. Вы думаете, что дополнительная еда даст вам энергию? Нет, она у вас ее заберет. Хотите есть? Ну, ешьте тогда зелень. И это можно. И это будет плюс. Постепенно не будете хотеть есть постоянно. А как вы едите, то, что вы едите. Повышается инсулин, вы получаете метаболический синдром, когда похудеть уже будет чрезвычайно трудно. Такие тренировки с едой и неподвижной жизнью при этом, и едой вечером, на ночь тем более, очень вредны. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты очень важны и полезны. Плюс антиоксиданты. Посмотрите обязательно видео про открытие профессора Исаева. Ну что ж, как ускорить работу митохондрий и увеличить их количество? Можно ли это вообще сделать? Да, можно. Да, в любом возрасте можно. Но это не быстро. Это до полугода. Это потребует от вас усилий, труда, усидчивости. Чем вы старше, тем дольше. Но это точно возможно. Необходимы кардионагрузки ежедневно, в любом возрасте. От самого простого ходить 5, лучше 10 километров в день, плавание, приседания, отжимания и любые ускорения. Ну, когда сбивается спокойное дыхание, скажем, вы идете, быстрым шагом у вас ровное дыхание и вы ускоряете хотя бы шаг, если уж не бег. И тогда у вас дыхание сбивается, сердцебиение увеличивается, это и есть минимальная кардионагрузка, которая применима в любом возрасте, потому что она посильная, простая. И так на ускорении надо быть хотя бы 20 минут в день, ну, за два этапа, скажем, по 10 минут два раза в день. Два-три раза в неделю делайте более интенсивные упражнения, например, бег или, если суставы не позволяют, иные упражнения, когда вы ускоряете более интенсивные нагрузки и повышается еще больше сердцебиение. Естественно, до тренировок такого рода, особенно если вы старше 60 лет, при таком-то вот обычном питании еще вчера, вам, если вы не сыроед со стажем, а тогда сосуды точно чистые, вам надо обследовать сосуды сердца, ну, в медицинских учреждениях перед началом интенсивных тренировок. И вот эти все меры увеличат количество митохондрий гарантированно. Вот эта интервальная тренировка очень важна. Тогда вырастет количество митохондрий постепенно, и жир излишний будет гораздо легче и быстрее сжигаться. Ну, так как увеличится количество митохондрий, мышечная масса должна быть в тонусе, терять мышцы плохо. Витамин С, помните, помогает уменьшить потерю мышечной массы, как и полноценный аминокислотный состав в питании. Поэтому протеин 4 в 1, который именно из аминокислот состоит всех незаменимых, в том числе это оптимальный вариант питания, тем более при тренировках, так как на его переваривание идет мало энергии, переваривание происходит усвоение легко и быстро, а КПД получаемого строительного материала будет высоко, и к тому же, в отличие от высокомолекулярных сложных белков, тем более мяса, не будут возникать аутоиммунные реакции, антиген, антитела, с образованием вот этих кодаверина, патресина, то есть трупных ядов и гнойных токсинов, как всегда бывает от потребления мяса, тем более с возрастом. Но давайте подведем итоги. Итак, системный подход, когда вы гарантированно получите данный результат, уменьшение излишней массы тела, то есть сжигание жировой ткани, получите энергию, молодость и подтянутость, позитивный настрой. Вот он этот системный подход. Первое, это коррекция питания. Надо убрать из рациона питания сахара, сладости. Перейти на разумное веганское кето питание с большим количеством зелени. Не есть вечером. Достаточно потреблять воды лучше с избыточным количеством молекулярного водорода в ней. Об этом видео тоже оставлю. Второе, перейти на интервальное питание или по-другому интервальное голодание. Это система 6-18 или 4-20, об этом было видео, я вам его оставлю. Но у кого метаболизм совсем замедлен, вообще 4-44, но в эти 4 часа в течение суток или 2-х суток надо потреблять пищу, которая богата всеми питательными веществами, то есть по сути концентратами, натуральными, естественными, но концентратами, а не пустышками, не хлебом белым, тем более магазинным, и не печеньями. Посмотрите мое видео, а что же тогда есть. Третье, тренировки, включая кардионагрузки, повышенная активность, с самого утра соблюдение режима, ранний сон, рано надо ложиться спать и рано вставать, минимум стрессов, стабильность ежедневно. Ну скажем, как она была у художника Зиновьева, о нем было мое видео, он прожил почти 110 лет, это человек просто железной силы воли. И не через силу он выполнял какие-то свои правила, они в привычку вошли, ведь правила и хорошие, и полезные входят в привычку так же, как и плохие. Просто плохие лень побуждают вас. Поборите эту лень, возьмитесь за разум, и плохие привычки заместите хорошими. Четвертое, активируют митохондрии, специфические вещества, полипренолы и различные другие биохлавоноиды, скажем, из пихтовой хвои, например, препарат Т8-экстра, ссылку я на него оставлю, это номер один в этом плане, и препарат пихтель, который, кстати, поднимет и железо, соответственно, гемоглобин, ферритин, трансферин, и будет кровь переносить больше кислорода, а значит, будет больше энергии в митохондриях. Так, препараты профессора Исаева, особенно, латал с селеном, это мощнейший антиоксидантный комплекс, и амофор, тоже антиоксиданты, плюс укрепление, поддержка сердца, что очень важно. Ну и, конечно, фулевая кислота с цинком, самая активная форма цинка, плюс 4 уникальных свойства самой фулевовой кислоты, не путайте с фолиевой кислотой, витамином В9, именно фулевая кислота. Видео эти все, я тоже оставлю вам, не пропустите, посмотрите. Ну и пятое, это прочие полезные привычки. Утро начните со стакана теплой воды, водородную воду пейте. Жить в идеале надо на природе, в чистой среде обитания. Но если такой возможности, желания нет, и вы закоренелый горожанин, ну хотя бы установите в городе, в квартире своей, систему фильтрации воздуха, не дышите тем, что вырабатывают промышленные производства и автотранспорт. Вы понимаете, что это пагуба, это путь к онкологии, нет? Тяжелые металлы, свинец, окна черные, в копоте. Вы понимаете, что этим вы дышите? Скоро об этом будет важнейшее, я бы сказал, видео. Буквально на днях. Не пропустите, поэтому подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Убедитесь, что колокольчик нажат, вот этот уведомительный колокольчик, чтобы увидеть вовремя выход видео. Вот он на самом деле, простой комплекс мер, которые увеличат количество ваших митохондрий, укрепят мышечную ткань массу, а значит вашу долгую активную жизнь, изменят метаболизм, увеличат выработку организмом гормона роста, и вы будете просто молодеть, по крайней мере, не будете стареть долгое время, вы будете стройнеть, у вас будет хороший тонус, и больше энергии, и жизненных сил, и позитивного настроек, как следствие. Ведь в здоровом теле, здоровый дух, это абсолютно истина. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!